МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы – компания «ТАППОВЕ». Единственный официальный дистрибьюторный центр «ТАППОВЕ» в Хагасии, юге Красноярского края и Республике Тыва находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж, телефон 28-73-26. «ТАППОВЕ» – всегда вкусно, быстро и полезно. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» – есть вкусно. Мягкий, комфортный, надежный и такой уютный. Новый диван, а еще со скидкой 40%. Муж у порога, а ужин не готов? С помощью посуды «Гипфил» вы за 5 минут успеете приготовить вкусное и полезное мясо с великолепной хрустящей поджаристой корочкой. Ваш любимый сыт, доволен и здоров. А вы сэкономите время. Выберите новую активную жизнь. Жизнь с посудой «Гипфил». Всем привет! Это снова программа «Муз на кухне». Передача, в которой мы готовим простые, доступные, а главное – очень вкусные блюда. Друзья, ну что, у многих из вас появилось огромное желание включить в свой рацион что-то легкое и полезное. Потому что, вы сами понимаете, и фигура должна соответствовать погоде, она должна быть хорошей, здоровой, поджарой. Поэтому у нас сегодня, друзья, будет меню, так скажем, здоровое. Обратите внимание на то, что находится сегодня на моем столе. Все такое яркое, все такое полезное. И не только полезное для здоровья, но и полезное для тех, кто находится на кухне, друзья. Смотрите, сколько у меня замечательных, ярких, цветных и красивых приспособлений. Дело в том, что мы сегодня готовим вместе с генеральным спонсором нашей программы компании «Таповое». Это очень удобно, и вы сегодня в этом сами убедитесь. А делать мы сегодня будем рыбное суфле. Очень легкое и простое в приготовлении блюда. А также сделаем овощи, маринованные овощи. И в качестве главного ингредиента у нас будет тыква. Да, уже появилась в магазине тыква. Сначала мы начнем делать заготовки для рыбного суфле. В него у нас пойдет хлеб, который я нарежу на небольшие кубики. Многие хлеб не поджаривают, а просто размачивают его в молоке. Вот секрет, допустим, моих котлет или суфле, как сегодня, это все-таки поджаристый хлеб. Я убираю хлеб в духовочку. Чуть-чуть не только подсушится, но и поджарится. Далее переходим к маринаду для овощей. Основа у этого маринада всегда одна. Это оливковое масло. Лучше брать экстра-верджин. Горчицу я беру всегда острую, нашу русскую, ядреную. Также обязательным ингредиентом является бальзамический уксус. Примерно по столовой ложке я добавляю. Обязателен сахар. Тоже столовая ложка. И вот сейчас мы начинаем взбивать. Даже вот не взбивать, а буквально растирать ингредиенты между собой. Как только я вижу, что масло перемешалось, я добавляю еще один очень важный ингредиент. Это соевый соус, друзья. Его я добавлю 2 столовые ложки, поскольку соль я добавлять не буду. Благодаря соевому соусу и бальзамическому уксусу, смотрите, он начинает густеть. Он становится похож на, ну, можно даже сказать, на майонез. Но сейчас не об этом. У нас сегодня овощи. Как я уже говорил, это будет тыква. Основной ингредиент. Давайте ее почистим. Разрезаем тыкву на 4 части и убираем семечки. И нарезаем на такие вот средние кубики. Вот и все. Основной ингредиент овощной мы добавили. Второй ингредиент, который будет у нас в овощах, это лук-порей. Его я просто, друзья, нарежу вот так вот, крупными такими кольцами. Столько лука мне хватит. Ну, вот еще зеленой части немножечко буквально. Потому что, ну, это действительно красиво. Добавлю очень важную приправу, которая называется просто базилик. Добавлю его достаточно такое внушительное количество. И берем маринад и заливаем овощи. Все. Накрываем крышкой. Вот так вот хорошо все перетрясем. Смотрим. Овощи у нас полностью погрузились в маринад. Отставляем в сторону. Пусть они помаринуются. Я напомню, что мы уже замариновали тыкву с луком-пореем в спинном маринаде. И поставили в духовочку поджариться хлеб. Вот до такой степени я его поджарил. Смотрите, какой красивый. Я его помещаю вот в такую емкость. И заливаю сливками, чтобы хлеб хорошо размок. Итак, переходим к рыбе. Здесь, друзья, у меня семга. Нам нужно отделить филе от кожи и костей. Я буду рыбу сразу же помещать вот в такой комбайн, который называется «Экстра-шеф» от Тапуэуэа. Итак, рыбу мы подготовили, поместили в комбайн. И сейчас займемся остальными ингредиентами. Я вновь воспользуюсь своими замечательными помощниками. Нам потребуется два яйца. Причем нам нужно будет отделить желток от белков. Вот таким вот простым способом я это делаю. Вот так вот чуть-чуть потрясли. И, друзья, смотрите, желтки я отправляю в рыбу, а белки я отправляю в другой комбайн для того, чтобы их потом взбить. Теперь я вспоминаю, что у меня здесь замачивается хлеб. Вот он набух. Я также его помещу в комбайн. И знаете что? Я в фарш еще добавлю немножко тимьяна, так скажем, освежу чуть-чуть рыбку. Ну, тимьян вы хорошо знаете, что это такое. Накрываем. Ну, и обратите внимание, у меня никаких проводов здесь нет, никакого электрического тока. Я просто беру вот так и вот такими движениями начинаю перемалывать. Вот буквально, друзья, несколько движений. И фарш готов. Вот что мне в этом случае, друзья, нравится? То, что таким образом рыба не перемалывается, знаете, в кашу, а все-таки вот остаются такие кусочки. Ну, и теперь берем белки и также взбиваем в пышную пену и добавляем в наш фарш. Белки мы аккуратно вмешиваем. Я добавлю немножко перчика и посолю. И вот у нас получается вот такой пышный фарш для суфле. Я в рыбный фарш добавляю лимонный сок. В принципе, я думаю, что сока половины лимона здесь будет достаточно. И вот теперь я уже заканчиваю приготовление фарша. Фарш должен быть вот таким вот жидковатым, потому что это суфле, это не котлеты, суфле более нежное блюдо. Ну, собственно, все, друзья. Это отставляем в сторону. Вот сегодня я впервые в своей жизни, наверное, буду готовить микроволновые печи. Сегодня, благодаря вот такому приспособлению, которое называется микрогурме, это, друзья, пароварка, я из микроволновой печи сделаю хорошую, настоящую пароварку. Смотрите, я наливаю в емкость для воды собственную воду. Берем первый уровень и выкладываем овощи. Теперь я возьму вот такие контейнеры, микро-мини-контейнеры, и наполню их фаршем вот таким образом. И, друзья, я буду помещать их вот непосредственно сюда же. Овощи чуть-чуть раздвинул. Таким образом у нас получается с вами полноценное блюдо с гарниром. Будет готовиться вместе на пару. Все это безумно вкусно и полезно. Далее мы накрываем все это крышкой и помещаем в микроволновую печь. И я ставлю ровно 16 минут. Нажимаю старт. И я вам еще, помнится, обещал приготовить соус, который называется гуакамоле. Тут, друзья, нет ничего проще. Соус этот готовится на основе авокадо. Разделили авокадо напополам. И вот таким образом у нас отделяется кожица, которая нам, конечно же, не пригодится. Далее мы авокадо измельчаем на кубики и помещаем в такой измельчитель, который называется турбомикс оттаповая. И, собственно, авокадо – это и есть основа соуса. Самыми главными еще ингредиентами для гуакамоле является обязательно зеленый базилик. Поэтому я нарву листочков базилика и мята, друзья, свежая мята. Ну, добавлю еще немножечко тимьянчика. Очень важно добавить, вот здесь у меня остался лимонный сок. Также мы добавим оливковое масло экстра-верджин, приблизительно 2 столовые ложки. Ну и, конечно, посолим. Ну и перчик нам же тоже никто не запретит добавить. Накрываем несколько легких движений. И соус гуакамоле готов. К рыбе – это идеально, друзья. А вот, собственно, и запикала моя сегодняшняя помощница. Она мне сигнализирует, что все у меня приготовилось. Нам остается только это подать. Сделать это причем нужно красиво. Вуаля! И прекрасное легкое суфле. Вот так. Теперь мы сверху на суфле положим соус гуакамоле и немножко его вот здесь вот так размажем. И, представляю вашему вниманию, прекрасный, легкий и, самое главное, очень полезный обед, друзья. Крайне рекомендую попробовать. Тем более, что стаповое всегда просто и вкусно готовить. Если вы чего-то сегодня недопоняли или пропустили, сегодня вечером на канале «Россия-24» наша передача обязательно повторится. Если вы хотите чего-то большего, то я вас приглашаю на сайт одноклассники.ру, где есть наша группа. Она так и называется «Муж на кухне». Найти нас просто в поисковике. Набирайте название группы, присоединяйтесь. Там вы найдете все рецепты блюд из наших прошлых передач. Там мы с вами, конечно же, общаемся. Ну, а если вы хотите еще чего-то больше, например, готовить вместе со мной или с другими поварами нашего города, то я приглашаю вас сюда, в студию «Вилка». Здесь мы с вами будем готовить. Вот за этим столом мы с вами будем все пробовать и восхищаться умением друг друга готовить. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Пока! Спонсор программы – компания «Тапповая». Единственный официальный дистрибьюторный центр «Тапповая» в Хакасии, юге Красноярского края и Республике Два находится по адресу Абакан, Баграда, 135, цокольный этаж, телефон 28-73-26. С «Тапповая» всегда вкусно, быстро и полезно. Что скрывается под брендом «Янта»? Бескрайние поля, современное производство и технологии, труд тысяч людей и признание миллионов покупателей. Каждый день на вашем столе «Янта». «Янта» – есть вкусно. Мягкий, комфортный, надежный и такой уютный. Новый диван. А еще со скидкой 40%. Муж у порога, а ужин не готов? С помощью посуды «Гипфил» вы за 5 минут успеете приготовить вкусное и полезное мясо с великолепной хрустящей поджаристой корочкой. Ваш любимый и сыт, доволен и здоров. А вы сэкономите время. Выберите новую активную жизнь. Жизнь с посудой «Гипфил». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова